Всем привет! Добро пожаловать во вторую мою оранжерею. Сегодня у меня будет облеска буты индины. Как вы знаете, у меня есть один одинокон стоят, они у меня стояли на улице все лето, все лето в спине. И сейчас вот они вот такие вот все вытянувшиеся, и цветочки на них уже посохли, ну конечно от них мусора полочек много, там я сегодня мусора не стала, я вот оставила. Немного показать вам, что такие вот какие-то такие детки били, но здесь уже цветочки были такие вредные, потому что здесь со солнцем не хватает, вот они на них. В общем, будут сейчас и стричь. Ну сейчас быстренько вам покажу, что у меня здесь стоит, и продолжим стричь к бутыне. Ну вот моя красотка в банкете, про нее будет видео, смотрите, я все расскажу о ней. На канале у меня есть видео, как я ее подстригала, это было весной, я ее очень хорошо подстригла, и она за лето вот так разрослась. И сейчас она мне готовится к цветению. Это еще одна моя пуансеттия, та сорт красный, а эта белая. Тоже она находится здесь, тоже она приостановилась сейчас в росте, готовится к цветению. А как они готовятся к цветению, смотрите в видео, я скоро выложу. Ну здесь у меня тоже бутылок, кстати, есть. Он даже и цветочки вон на нем немножко есть, хотя здесь солнце вообще не попадает. И здесь стоит моя юка, очень такая большая, смотрите, вообще просто здоровячка. И здесь у меня замиопулькас и драцена стоит. И, кстати, у замиопулькаса пошел вообще такой, знаете, буйный рост вообще новых листьев, там просто очень много. Когда они побольше вырастут и видно будет, я обязательно покажу. А так он просто шикарный вообще, очень большой. И моя процента. Ну тоже я их так переденьку поливаю. Чувствую себя хорошо. Здесь у меня массажены два суток и две недели, но одна с головой ветром там хорошо. А вторая суток называется. В общем, у меня в бассейне все очень вкусные цвета. Мне вообще много холодильников. В общем, я буду сейчас так стригать. И люди так стригают хорошо. Просто вот это, наверное, вообще. Здесь буду оставлять несколько почек. Ну то есть какие-то скелетные, только, знаете, влеточки. По несколько почек. Чтоб они пошли на отдых. Бурочки. Оно будет пышнее. То есть они стрижку любят. Будем видеть. Но это я сейчас посмотрю. Будем видеть. Пусть и милень. Защитает. У echoes. На самом деле. Кто недавно обзавёлся этим растением, другим еле, то я могу сказать, это очень выносливая и быстро растущая. растения итальяна и она же конечно требует таких обрезок, потому что если ее не обрезать, то она знаете вообще разрастется. Вот эту большую ветку, чтобы обрезать вот сюда. Ну вот так вот я ее обстригла. В общем зимой я ей не буду давать, если у нее сейчас порядка, какая-то полоса, какая-то она бывает от недостатка света, тонкие какие-то, я ее буду обрезать там как-нибудь до весны. Ну а весной, когда будет солнце, она опять растушится и зацвечет. Смотрите, как они меняют сведения. Когда стояем на уголе, было конечно запретение. Ну и все, я теперь тоже буду ее прям вот в коробку отобирать ей. Ну примерно какие-то шарики, что-то. Сейчас я вот эти большие уберу, а потом посмотрю, где ветки вовнутрь растут и я их тоже уберу. вовнутрь. Немного, потому что она очень колючая и тяжело. Вовнутрь. 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 Вовнутрь я сейчас не буду, потому что зима света недостаточно и бесполезное. На весну было бы освещение для нее. Он сразу какой-то компактный стал. Весной, конечно, нужно будет пересадить, потому что там одни корни. Я хочу просто цепочки вот эти цепочки набрать. Чтобы она хорошо взимовала. И отбокнула. Сейчас она наберется сил у меня. И весной опять цветет на все лето. Эта ветка мне не нравится. Она растет прям волнует полу. Я ее уберу вообще. Ну, а так вот покороче. В голову еще хочу убрать. Ну, вот так получилось. У нее, кстати, такой стволик уже хороший. Это с моего черепа. Выращено. Сорт Лабра. Ну, теперь я буду следующую ставить. Это тоже файлов на глаз. В общем, у меня сегодня день парикмахера. Я буду покороче подбирать. Вот эта длинная тоже немножечко дна. Вот так вот. И здесь тоже. Я ее стремлю вообще. Я вот так вот смотрю на нее, как вот вижу, мне вот хочется вставить, 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 вставить. После стрижки она еще крашена. Ну вот так подстригла, но еще остались экземпляры, вот эту девочку на сердце и не убили вам точно сердечко. Может еще один дикобраз, могу так сказать. Я вообще не знаю, где их подстригать буду. Мне вообще все тактипро устроено. Ну вот, давайте вот эту лишнюю. Очень колючая, очень колючая. Получше, вот так. Наши улыбки. Вот видите, сейчас встаряется к игрушке. Ну вот, у меня еще в другом видео такая. Вот тоже ее будем. Вот так. Сейчас я и цветонос ищу. Не цветонос, а вот свет. И вот это вот тоже хочу убрать. Я хочу, чтобы у нее высенький стой идет. Ну вот такая вот получилась. То есть у меня какой-то шапочек. У меня вот гости. Я посмотрю весной, может быть, достану ее, посмотрю на какие-то кусочки. Может что-нибудь из нее сделать другое. Скажем, какой-то более толстый кусочек. Что-нибудь поэкспериментирую с ней. Ну вот еще у меня удивили. Вот видите, что кожа разрослась. Еще пытается цвести. И вот эти все резочки я обрежу. Хорошо, конечно, где-то она растет на улице. Вообще я бы с удовольствием на улице выращивала это растение. Завидую своим подписчикам, у которых растет эта красота на улице. Ну вот так, наверное, вставлю. Здесь просто короткая улица. Это же Лианна. Просто не хочу ее совсем коротко убирать. Я ее просто хочу потом пустить. Чтоб она у меня такая, знаете, пилась. Мне нравится и добро здесь висает. Очень красиво, эффектно смотрится. У меня, кстати, есть видео летнее. Такая она была преследована. Ну вот, составила их всех литров. Подстриженные. И, конечно, они преобразились. Ну, теперь они будут отдыхать до весны. Ну все. В зиме я их и готовила. Полит я сокращаю. То есть у меня горшок просто с тупой. Даже находится в сухом состоянии. Чтобы она не вытягивалась. Я буду чуть-чуть в полнах с поломинами. Здесь температура 18-20 градусов. Каждый год нормальный. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok